Возвращаюсь к этой теме. И вот сегодня хочу на данном этапе закончить эту тему, просто потому что очень много было вопросов, и мы с вами много обсуждали эту тему. Да, я получила очень много писем, получила и получаю. Я как бы приходила в шок от этих писем, делилась с вами. И спасибо. Спасибо за пожелание здоровья Юрику. Как всегда, сама вызвала бум, пытаясь посоветоваться про давать или не давать лекарства. Ну сейчас вот, если мы быстро поговорим про измены, то и про Водонаева, я просто выскажу свою точку зрения. Там как бы, это не особо какой-то длительный разговор, потому что я не собираюсь обсуждать Водонаева, мне это просто неинтересно. Я просто выскажу свою точку зрения на то, каким образом Водонаева вдруг стала политическим борцом. Спасибо, Юрочка, очень даже неплохо. Он поел, он съел две упаковки клубники, два яблока, гранат, салат. Ну то есть у него все хорошо. Вот, поэтому с Юриком все хорошо. Ну, естественно, сегодня только первый день, он еще поболеет, но я надеюсь, что ничего серьезного, скорее всего, какой-нибудь вирус. Потому что тут на ровной почве так вот возникла температура, завтра Яна вызовет врача. Вот. Итак, значит, про женские измены. Начала уже на эту тему говорить с вами немножко в сториз. И просто, между прочим, вот очень редко такое бывает. У меня два аккаунта, вы знаете, да? Вот этот аккаунт, в котором я сейчас с вами беседую, ну он там достаточно большой, в нем почти 2 миллиона. И есть еще у меня второй аккаунт ЗОЖ, где я пишу в основном на темы, скажем так, правильного питания, тренировок. То есть на те темы, на которые я начинала 6 лет писать, да? В основном аккаунте я сейчас от этих тем часто отхожу, потому что за 6 лет я реально уже все написала на тему ЗОЖ. Реально вот все ваши вопросы, которые вы мне задаете, у меня на все вопросы есть посты и не один раз. Ну, представляете, 6 лет в Инстаграм, причем там первые 3-4 года я писала, в день выставляла по 3 поста. Можете себе представить? Сейчас я выставляю в день один пост, а примерно 3 или даже 4 года я выставляла в день по 3 поста. И все эти посты были посвящены конкретным темам ЗОЖ и правильного питания. Поэтому на эти темы я все написала, и в своем новом аккаунте я уже отхожу от этих тем, пишу там больше. Я всегда писала о психологии, об отношениях самого первого года, но сейчас стала писать об этом немножко больше. Итак, по поводу измен. Почему же все-таки женщины изменяют и в чем здесь вообще делать? А, вот начала вам говорить, что я выставила опросы. Я выставила опросы, хотели бы вы изменить мужу. Выставила опрос на аккаунте ЗОЖ и выставила опрос вот в этом своем основном аккаунте санчлена. Обычно у меня результаты опросов отличаются, да, причем отличаются достаточно серьезно. А здесь, как ни странно, одинаковые результаты. То есть 48 и 52, примерно. 48, 52 или 43, 57, что-то такое. Вот, то есть, как я и говорю, как и подтверждают ученые, люди делятся примерно пополам. То есть, в принципе, все люди, вот по своей природе человек полигамин, да. То есть, человек полигамин, и он практикует интимные отношения с разным количеством людей. Но, как правило, эти интимные отношения с разным количеством людей, так называемая серийная моногамия, да. То есть, сначала он живет с одним человеком, потом он расстается и живет с другим человеком. То есть, он не то, чтобы, вот, человек по природе не то, чтобы полигамин, что на одно время живет с пятью женщинами, да, там, мужчины или с пятью мужчинами, женщина. а серийно-моногамно, то есть меняются просто партнеры, вот, но это как бы изначально так было, да, изначально вот было так, что человек полигамент, потом вдруг общество придумало институт семьи, не сразу же был институт семьи, да, вы же понимаете, что институт семьи сразу не был, вот, и когда уже общество придумало институт семьи, то неверность начала очень жестко осуждаться. Вспомните вот ту же историю про Анну Каренину, да, вспомните, если вы хоть как-то, ну, я надеюсь, что среди моих подписчиков, я не надеюсь, я знаю, уверена, что среди моих подписчиков очень много здравомыслящих, читающих людей с хорошим образованием, которые сто процентов читали когда-то в свое время Анну Каренину, и вы знаете, да, каким образом общество отреагировало на измену Анны Карениной, когда она ушла от мужа к Вронскому, начала жить открыто с Вронским и забеременела от Вронского, да, то есть от нее полностью отвернулось общество. Мало того, ей невозможно было развестись еще даже в Царской России, то есть это не так давно там было, два века назад, вот, то есть общество постоянно как бы людей гнобило вот за эту полигамию. И очень мало кто понимал, что люди на самом деле, некоторые люди, есть такие люди по природе просто, ну, не несите, пожалуйста, херню, изменяют наверх, когда нет обоюдных чувств, да нет же, ну, что вы, что вы начинаете нести вот всякую фигню, ну, вот реально, я вот читаю сейчас какая-то Оля Тере Курган, когда нет обоюдных чувств искренних, это больно, Оля, изменяют мужчины, даже когда у них миллион к тебе обоюдных чувств, они тебя с ног до головы оближут в прямом и в прямом смысле этого слова и пойдут и перетрахают еще всех, кто ему даст и кто под руку попадется, вот. Поэтому вы даже, блин, как бы не утешайте себя, наоборот, послушав вот какую-то логичную, логичную такую, скажем, мою речь, послушав эту логичную речь, вы должны понять, что существуют люди, которые просто не могут не изменять, понимаете, просто не могут не изменять. Есть люди, их называют вообще по-научному полиаморы, вот эти люди, полиаморы, они вообще не способны любить одного человека в единицу времени, вот не способны. И вы можете вполне себе выйти замуж за такого полиамора, и он всегда будет изменять. Вы будете самой сексуальной, вы будете самой красивой, самой привлекательной, вы будете в шикарном белье, вы будете там с анальной пробкой бегать, вы будете там покупать в текшопе все игрушки, он все равно будет изменять. Вот он такой, это полиамор, это его психика, понимаете, и вы ничего с этим не сделаете, вот. И если раньше, опять же повторюсь, раньше в обществе невозможно было им вести такой образ жизни, то есть их общество осуждало, на них общество вешало ярлыки, раньше было так, что сейчас общество толерантно, и в принципе мужчин, которые изменяют, мне убиенный не изменял, потому что он был шизофреником. Он был шизофреником, поэтому мне не изменял. Лучше бы он не изменял, было бы все нормально, понимаете? Лучше бы он изменял, как раз тот случай. А это был просто больной человек, поэтому он и не изменял. Он от меня не отходил ни на шаг, я бы не знаю, я сама ему там приводила. Лишь только он... Нет, это касается и женщин также. Есть и женщины-полиаморы, которые тоже не могут не изменять. Это чисто психологическое явление. А на противоположной стороне есть психологические моногамы. Есть психологические моногамы, это люди, которые не изменяют, потому что у них просто нет такого желания, понимаете? Вот их психологическая структура настроена четко на одного партнера. И если они находят любовь, если они находят любовь, то это у них на всю жизнь. Какое воспаление, я стесняюсь спросить. Какое воспаление, не перебивайте меня. Итак, с одной стороны люди, которые не могут не изменять, а с другой стороны люди, которые не могут изменять. Но, повторюсь, обе крайности, вот это вот крайности, понимаете? Те, кто не может не изменять, и те, кто вообще принципиально не изменяет, это крайности. Их мало. А в основном люди делятся 50 на 50, понимаете? Основная часть, это вот посерединке, где-то посерединке. То есть они и не полиаморные, и не моногамные. У них как бы нет потребности менять партнеров каждый день, но в то же время они могут изменить. Да? В принципе, понимаете, мы же с вами должны понимать, что человек от животного, мой муж не изменяет, вот он такой, ценю его за верность. Ну, конечно, ну, конечно, все, вот все, кто меня смотрит, ваши мужья не изменяют, это 100%. Цените их за верность. Ваши мужья не изменяют, нет, ни в коем случае. Вот, то есть вот человек, в принципе, понимаете, тем самым и отличается от животного, что все-таки он должен, он должен понимать, понимаете? Он должен понимать, что он принимает какую-то ответственность. То есть человек не животное, и он должен знать, что его разум, в конце концов, сильнее инстинктов. И поэтому, если люди порядочные, но такие, к сожалению, среди мужчин и среди женщин встречаются очень редко, если люди порядочные, они не будут вот просто так изменять непонятно кому, непонятно зачем. Да, такое очень часто случается, что жена красотка, вся ухоженная, а изменяют реально скошенными, сконченными. Ребят, я пишу уже книгу про мужчин давно, давно уже пишу книгу про мужчин, и обязательно ее издам, это будет моя третья книга. И, ну, весной, наверное, не успею, буду изменять, изменять, оговорочка по Фрейду, буду издавать осенью. Итак, так почему же женщины изменяют? Мы сейчас будем говорить о женщинах, о мужчинах, об измененных мужчинах я очень-очень много говорила. Смотрите, самая популярная, самая главная причина измены женщины – это месть. То есть, что значит месть? Она хочет как бы наказать своего мужчину за разные какие-то проступки, за невнимательность, например, за оскорбление, или… Слушайте, очки – это очень простые очки, они из обычной оптики, и стоят они где-то всего 4,5 тысячи, это мои самые простые, самые дешевые очки. У них вообще нет ничего замечательного. Вот, то есть женщины могут иногда, как бы, она вроде бы простила, она вроде бы простила, да, его, то есть он там ее, не дай бог, ударил, он ее обидел, он там что-то еще сделал не так, или она узнала про его измену. И женщина вроде бы, что у вас за дизайн на ногте? Фак, это такой фак у меня. Вот, но в глубине души она не простила. И она изменяет именно из-за того, что она хочет отомстить, понимаете? Вот она хочет отомстить, и она изменяет. Это такая очень-очень распространенная причина на самом деле, очень распространенная причина измены женщины – это месть. Но это, конечно, ну не единственная причина измен, и причин гораздо больше. Например, очень часто вот такие вот измены происходят просто по ситуации. Вот женщина работает где-то на работе, да, она где-то учится, она, например, замужем, но перед ней постоянно мелькает какой-то мужчина, мелькает какой-то парень, который у нее вызывает какие-то чувства, какие-то эмоции на каком-то уровне, да. То есть когда-то ей, когда-то она очень любила мужа, были прям сильные такие чувства. Вы же знаете, как бывает, когда вы только встречаетесь, там вы руками друг за друга коснулись, руками друг друга коснулись, и все там, токи, электричество, вы с ума сходите, вы там секс занимаетесь каждый день и так далее и тому подобное. Потом это все проходит, и в семье становится очень гладко все, да. И вот на этом фоне, когда в семье все очень гладко, и когда все как бы спокойненько, она встречает периодически на работе или во время учебы, или в общей компании друзей, встречает какого-то мужчину, с которым у нее возникают вот эти вот искры. Вы знаете, такое бывает. Вот искры у нее возникли. Это может быть в одной компании, да, как вот недавно, помните, я вам выставляла переписку, мне написала девушка, как она там кормила грудью ребенка, а в соседней комнате, значит, ее муж целовался с ее подругой, с которой она уже там встретили с трех лет. Вот. И такое тоже бывает, да. Или сегодня я вам вот выставляла, ну, все это про мужчину не будем говорить. Вот. И тут, если вдруг сложатся какие-то вот такие вот обстоятельства, понимаете, она может изменить. Вот может она изменить, и не потому, что она какая-то там шлюха или что-то там еще. Нет, не так. Но просто так сложилась жизнь. Так сложилась жизнь, она изменила. Это может быть измена одноразовая. Это может быть, как вам сказать, там два-три раза, и все забудется. Это просто случается, вот просто случается случайно. Есть молодые спортивные парни, которым нравится жарить толстых взрослых женщин, что вы можете про это сказать, как можно так. Слушай, таких парней очень много, и вообще молодых спортивных парней, которым нравится жарить взрослых женщин, ну, не жирных, наверное, но взрослых, да. Мой пример. У меня уже 10 лет, не было парней старше 30. Сейчас я встречаюсь с парнями, которым 26-27, и им очень нравится меня жарить. Очень нравится. И я от них прям не могу периодически отделаться, когда они мне надоедают. Поэтому это совершенно нормально. У каждого своя фишечка. То есть вот что касается женщин, такие измены тоже случаются. Но я должна вам сказать, что, естественно, эта измена, во-первых, она не от хорошей жизни, а во-вторых, она ни к чему хорошему не приведет, эта измена. Вы все равно, вот я почему, когда меня спрашивают, а почему там, а изменяли ли вы, а почему там вы не изменяли, вы понимаете, я вот такой человек, я просто не могу жить во вранье. То есть измена, ты постоянно врешь. Я не могу себе представить. Я вообще себе физически не могу представить, каким образом можно жить с одним мужчиной. Ты же с ним живешь, ты с ним спишь все равно, да, и параллельно спать еще с кем-то. То есть это надо постоянно в голове держать, чтобы того не сказать, этого не сделать и так далее и тому подобное. Это реально очень сложно. Жизнь во вранье мне очень сложна. Но надо сказать, что люди тоже все разные. Люди все разные. И вот дело в том, что... Почему еще изменяют? Да, я обещала Яне, что не буду встречаться с парнями младше ее, но это было давно. Я ей обещала три года назад, когда ей было 27. Яне, извините, уже 30. И пардон, уже это обещание давно я взяла обратно. Ну, спасибо, за что я хорошо выгляжу. Я как бы без косметики. Аляна Тюрель. И если я хорошо выгляжу, значит, я замечательная красотка неземная. Вот. Надо сказать, что... Я своему шизофренику не хотела врать просто. И не шизофренику тоже. Я не хотела врать. Не, ну как вообще... Как вообще... Я... Просто я вот такая патологический человек. Вот, например, как я развелась со своим первым мужем. Как я развелась со своим первым мужем. И... Это такая, на самом деле, очень интересная история. Юрочка, ты что там делаешь? Рассказ слушаешь? А что так тихо вдруг стало? Юра, включи ты свой рассказ погромче. Ладно, историю, как я развелась со своим первым мужем, я вам в следующий раз расскажу. Потому что там Юроша слушал-слушал громко рассказ. А тут он вдруг, смотрю, сделал потише и навострил вообще ушки. Он вообще очень интересуется всякими этими темами. Вот. Поэтому расскажу вам в следующий раз. Юра себя чувствует очень даже неплохо. Вот, включил рассказ на полную громкость. Делает вид, что... Мое солнышко сладкое. А что я тебе сказала, Юрока? Чтоб ты не смотрел в экран, а закрывал экран, когда ты слушаешь рассказики. Все, я сейчас заканчиваю через пять минут и будем читать опять книжку. Великолепные препараты против суда. А что еще? Вот. На... На великолепный вопрос. Кто подписан? Юра? Юре семь лет, у него нет ни телефона, никакого естественного инстаграма. Чего вы глупости-то говорите? Расскажу в следующий раз. Юра реально очень любит слушать всякие истории. Сейчас он, конечно, заключил все громко и ничего не слышит, но тем не менее. На вопрос девушки или молодого человека, когда у меня был последний раз секс. Милые мои и дорогие, вы как бы... Ну, те, кто за мной давно наблюдает, вы знаете, да, что я... Что я по вечерам, как правило, не выхожу никогда ни в эфиры, не снимаю истории. Потому что по вечерам у меня проходит личная жизнь. И то, что я вам показываю и рассказываю, я вам 150 раз говорила, так все блогеры делают. Я рассказываю и показываю то, что я... Почему вы врете, что без косметики? Ресницы накрашены, губы сделаны, брови тоже. А это косметика, вы считаете, да? То есть губы у меня татуаж, уже полуслезший, брови у меня татуаж, а ресницы у меня остатки нарощенных. Это значит... Это косметика? Ну, мне, конечно, извините, вы очень смешная. Ребят, ну, если вы страшненькая, а я красотка, то вы себя как бы это... Вы себя как бы... Ну, не утешаете тем, что другие тоже страшненькие. Ну, вот вы такая страшненькая, а я вот красотка. Так бывает на самом деле. Вы денежек заработаете побольше, тоже получше будете выглядеть. Вот. Так что по поводу моего секса вы не переживайте. У меня вот прям реально все хорошо. Вот прям реально, да? Все более чем хорошо. И я как бы не страдаю от его отсутствия. Огибал, рядом с вами подзаборница. Простите, я говорю правду. Слушайте, я как бы... Спасибо вам, конечно, за правду. Я просто не знаю, что я Огибалова. Стесняюсь спросить, зачем мне сравнивать с Огибаловой. Вот это мне вообще непонятно. Вот. Так что, мои хорошие, милые и любимые... Мои хорошие, милые и любимые... Сейчас. Прям очень смешной. Так... Артист просто. Вот. Сейчас. Я просто отвечаю на другое сообщение параллельно. Так. Это вам так, чтобы плохо не стало. Не стало. Что-то там я видела. Что-то там я видела. Сука очков. Ребята, у меня очень много очков. Солнечных очков. У меня больше 20. Марина. Не боитесь что-нибудь подхватить от разных мужчин? А с чего вы взяли, что у меня разные мужчины? Это раз. Во-вторых, я не боюсь ничего подхватить. Никогда в жизни ничего не подхватывала. Подхватывают такие дуры, как вы. Да? А вот вы 100% и подхватите, и мужик вас мандовушками какие-нибудь заразит. Еще грибок ногтя где-нибудь схватите. Дуры есть дуры. Ребят, Юра, кровать шикарная. Я ему эту кровать дарила где-то года два назад. И где я ее дарила, я, извините меня, где ее брала, я не помню. Она очень прикольная. У нее там фары включаются. Юра, у тебя там фары еще работают на кровати? Где у тебя пульт от кровати? Потеряли? Там фары, включаются сигналы. Там очень крутые, это... Что была за еда из эко-маркета? Слушайте, ну, еды было много. Вот видите, половину Янки отдала. И тут вот были вот всякие салатики. Вот остаток я Янки оставила этот салат. Вообще было очень много всего вкусного. И... Спасибо, что вы меня обожаете. Я вас тоже очень люблю. Вот. Ну что? Да, кровать прикольная. Ну что, мои хорошие. Капец, я помню, как вы дарили ему это уже столько лет с вами. Слушайте, да я тут... Это вообще очень смешно. Я вот сейчас выставила. У меня все... Ну, спрашивали, я три дня ходила, носила тут серьгилую витон, комплект с жемчугом. И выставляю. И мне написали там человек 20. Мы помним, как вы это покупали в Париже. Рассказываю там про... А, показываю, как я покупала этот костюм. Я его покупала, ну, тоже за границей. Спрашиваю. Ну, помните, как я покупала костюм? Да, помним. То есть люди со мной уже очень-очень давно. Результаты конкурса Юля мне уже, по-моему, на этом телефоне. Она уже, по-моему, проверила подписки. Сейчас я вам выставлю. Вот. Сейчас результаты конкурса выставим. Она мне уже прислала. Сейчас я видела. Ребят, про Водонаева давайте скажу уже два слова, чтобы закрыть эту тему. Я, на самом деле, моя самая бесполезная трата денег. Я не знаю. Может быть, вот эти 5 миллионов, которые я сейчас дала дочке на бизнес. Может быть, это самая бесполезная трата. Все может быть. Вот. Значит, смотрите. По поводу Водонаевой. Надо сказать, что я, ну вот, кто меня плохо знает, тот, может быть, и не поверит. А вот, например, Ира Василенко меня хорошо знает. И она все время удивляется, что я реально ни за кем не слежу. Ни за какими селебрити, ни селебрити. Я, например, знал там про Водонаеву, да? Водонаева и Боня, да, вторая. Я знала, что... Что, Юра, пушечка, моя сон? Где твои часы? Телефон, что ли? Ну, мама сейчас йогу ведет. Ей нельзя звонить. Ну, посмотри, что там надо. Или вот здесь. Вот, слушай, полю даже. Пулю подними, пожалуйста, ее потеряешь. Вот твоя пуля от автомата. Подойди, я лобик потрогаю. Я хочу просто жить, что и вкусненькое, и сладенькое. Это что, например, вкусненькое, и сладенькое? Ну, мама, откуда-то мне дойдет шоколадки, я хочу узнать, откуда. Юра, я тебе могу дать шоколадку, если ты поешь, сейчас вот салатик еще чуть-чуть. Понешь салатик? Вот там вот вкусный салатик, который ты любишь. Какой? Ну, обычный Цезарь. Настоящий, это что, посмотри? Смотри, я тебе сейчас. Вот он. Поднимай эту штучку. Ну, то есть ты не хочешь. Ты говори прямо, я не хочу есть этот салатик. Иди сюда. А что ты хочешь поесть? Я думаю... Там тефтельки какие-то есть, мама тебе готовила. Я хочу клубничку для яблочков. Клубничку две коробки ты уже съел, и тебе завтра еще принесу клубничку. Тогда я был. Яблочко я тебе сейчас тоже порежу. Ты ел. Ну, а нормальная еда, Юр? Да, я езжу. Хорошо, сейчас я закончу, тогда поедем. Так, мои хорошие, давайте мы это с вами закончим. Все-таки про Данаеву я вам расскажу завтра. Сейчас я покормлю ребенка, если у него уже как-то все-таки проснулся аппетит, что он пока ел, только у меня эти, говорю, он съел две упаковки клубники, два яблока, полграната. Вот так вот толком ничего не поел. Вот, спасибо вам за привет, и Германия тоже привет, всем привет. Вас всех очень люблю, и всем вам желаю отличного вечера. Ну, до поездки у нас ровно недель, ну, вернее, как ровно неделя. Через неделю в это время мы будем уже на Пхукете. Вот, поэтому надеюсь, что Юра успеет прийти в себя. Давайте, целую, обнимаю. Нет, ребят, я начала смотреть, я посмотрела минут 15 и перестала. Это очень тяжело. Ну, по поводу Успенской, я вчера вечером и сказала, этот эфир еще висит, я поздно вчера выходила в эфир, когда ждала курьера, я не продукты передать. И я свое мнение по поводу Успенской высказала. Все, мои хорошие. Пока.